Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с президентом Азербайджанской республики Эльхамом Алиевым и премьер-министром республики Армении Николом Пашиняном. Шарль Мишель в своем заявлении сказал, «Добрый вечер или доброй ночи. Сегодня я еще раз выступил в роли хозяина дома на встрече между президентом Азербайджана Эльхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это были наши третьи обсуждения в данном формате. Основное внимание мы уделили ситуации на Южном Кавказе и развитию отношений обеих стран с Европейским Союзом, а также пограничному региону. Обсуждения были искренними и плодотворными, мы рассмотрели все вопросы. Мы обстоятельно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе усилия, связанные с разминированием и освобождением пленных, а также коснулись судьбы пропавших без вести. Мы добились следующих результатов. Первое заседание пограничных комиссий по вопросам границы состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе. На этом заседании будут затронуты все вопросы, связанные с делимитацией границей и тем, как наилучшим образом обеспечить стабильную ситуацию. В связи с коммуникацией лидеры пришли к договоренности о необходимости продолжения работы, направленной на открытие транспортных сообщений. Они пришли к договоренности о транзитах между западной частью Азербайджана и Нахчеваном и через территорию Азербайджана между различными частями Армении, а также принципах, которые будут регулировать международные транспортные перевозки посредством коммуникационной инфраструктуры обеих стран. Они, в частности, пришли к договоренности о принципах пограничного управления в контексте международных перевозок, безопасности, а также таможенных пошлинах и правилах, и в ближайшие дни заместители премьер-министров продолжат эту работу. Что касается мирного соглашения, то лидеры пришли к договоренности продолжить обсуждение относительно будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. В ближайшие недели делегации, возглавляемые министрами иностранных дел, продолжат данный процесс. В дополнение к этому треку я также подчеркнул обоим лидерам, что необходимо решать вопросы прав и безопасности этнического армянского населения в Карабахе. Что касается социально-экономического развития, то Европейский Союз вместе со сторонами будет развивать работу экономической консультативной группы, старающейся продвигать экономическое развитие на благо обеих стран и их народов. Я также подчеркнул важность подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру, и Европейский Союз готов усилить свою поддержку. Мы договорились оставаться в тесном контакте и вновь встретимся в том же формате в июле или августе этого года. Благодарю.